Всем привет, ребята! Ди на связи! Вчера выпустил довольно сложный ролик, как в плане информационной составляющей, так и в плане труда, вложенного в него. Если вы его ещё не посмотрели, я оставлю ссылочку в описании. Очень рекомендую посмотреть. Видос уже 10 тысяч просмотров набрал, а ещё даже сутки не прошли. Это реально круто! Спасибо большое за поддержку, она мне очень важна. Кстати, недавно вложился в пару ICO. Уверен, что это надёжные ICOшки, а не скамы какие-то. Я не буду говорить в какие, потому что это не реклама. На моём канале рекламы абсолютно нет. Даже от Ютуба монетизация не включена. И вы спросите, почему я так уверен в этих ICO? Да потому что я нашёл одного человека, который разоблачает и просто уничтожает скамные ICO. А это очень удобно, потому что никто из нас не хочет отдать свои деньги мошенникам. Он работает в Телеграме, я оставлю ссылочку на него в описании под видео, и это не реклама, мне за это не заплатили. Давно я не смотрел на рынок. Даже не следил за курсами. Поэтому вот так, даже не знаю, сколько сейчас биткоин стоит. Давайте посмотрим, чем отметился рынок за последние 24 часа. Кин сейчас просто невозможно дешёвый. Пэт 2 цента. Помню времена, когда я торговал на нём по 15 центов за монету. Хорошо, что тогда продал его к чертям. Z-классик тоже страдает. Наверняка ему очень грустно вспоминать свои лучшие времена. Как же ему тогда было хорошо. Пара монеток показывает небольшой рост. На все остальные неразумные дети опрокинули банку с краской и размазали её по криптовалютным щекам красными пятнами. Но меня это не волнует. Падение биткоина меня совершенно не трогает. Падение всего рынка тем более не пугает. Потому что я не скальпер, не дейтрейдер, не свинтрейдер. Я не использую торговлю криптовалютой как основной источник дохода. А просто инвестирую в проекты, которые мне нравятся. И верю, что спустя пару лет я буду в приятном шоке. Сейчас перед вами график рыночной капитализации всех криптовалют. И он рисует какую-то страшную картину. Мы достигали отметки в 830 миллиардов долларов, после обвалились до 250 и отскочили до 500 и снова упали уже до 344. И всё это сопровождается истерикой. О боже, огурец тебе в салат, мы никогда больше не увидим солнца. Это конец. Никогда больше капитализация рынка не осилит эту вершину. А тем более цифры в несколько триллионов долларов кажутся вообще фантастикой. Что ж, ребята, сейчас вам покажу одну интересную ситуацию. Давайте немножечко так вернёмся в прошлое, в 2013 год. Вы видите этот маленький пенёк? Вот здесь. Вот этот пенёк выглядит совсем маленьким на фоне этого Эвереста. Но на самом деле, ребята, на тот момент это и был Эверест. Вот такой была общая капитализация всего рынка на тот момент. 1 миллиард долларов. А потом случился просто взрывающий рост. И он был таким же бешеным, как и тот, что мы наблюдали в конце 2017. 15 иксов, ребята. За период с ноября по декабрь. После наблюдалась коррекция и попытка снова взять эту вершину, которая не оправдалась. Давайте посмотрим ещё дальше. Как же долго продолжался этот боковик, который потрепал множество нервов. По факту, это было даже не боковое движение, а изнурительно длительное падение, растянувшееся на годы. Может ли это случиться снова? Потенциально да. Хотя я надеюсь, что нет. И смотрите, только в январе 2016-го, 16-го, ребята, почти 2 года спустя, рынок начал показывать сигналы к восстановлению. А полностью восстановился только летом того же года. Рынок истекал кровью с декабря 2013-го до июня 2016-го. Я даже боюсь представить, что могли бы сделать собой в то время те люди, которые сейчас стонут. Вытерпеть почти 3 года, никаких нервов не хватило бы. И вы спросите, Ди, ты показываешь нам это, чтобы дать понять, что 2,5 года мы сейчас будем стагнировать? Нет. Я это показываю, потому что все те эмоции, которые вы бы испытали тогда, сейчас повторяются. Мы сейчас где-то в этой точке находимся. Я уверен, много кто тогда слился и сливается сейчас. Но давайте посмотрим дальше. Мы покорили новую вершину. Спустя 3 года. И ещё дальше, что случилось? Где же эта гора, которая всех пугала? Посмотрите, она просто незаметна. Все эти слёзы, вся кровь, страх, паника, сомнения, неуверенность находятся в этом незаметном пеньке. И все эти эмоции теперь ничего не значат по сравнению с происходящим в 2017-м году. Их едва-едва видно на графике на фоне 344 миллиардов долларов. И надо заметить, что это совсем мало. Ведь капитализация акций «Яблоко» 935 миллиардов долларов – это в три раза больше, чем капитализация всего криптовалютного рынка. Биткоином сейчас пользуются 4 миллиона человек по всему миру. Это меньше процента населения Соединённых Штатов. А что будет, когда им будет пользоваться 10% населения Штатов? 20. Капитализация достигнет 10 триллионов долларов, 50 триллионов. Поэтому не впадайте в депрессию, не теряйте голову и не продавайте свою криптовалюту сейчас. Все это детские игры. Все это просто пенек по сравнению с тем, что нас ждет в ближайшем десятилетии. Работайте над собой сейчас. Жертвуйте часть денег в инвестиции. Инвестируйте в себя. Да, читайте книги. Помните, вы не потеряли свои деньги, пока не продали криптовалюту по выгодной вам цене. Надеюсь, вы поняли, как я ответил на вопрос, что будет с криптовалютой и биткоином. Меня зовут Ди. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok